Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 5 марта и вот посеяв 20 лотков рассады, там и перцы, и томаты, у меня закончился готовый грунт, который, помните, я вот здесь сидела, в этой ванне перемешивала, говорила, что он у меня полностью готов, суперфосфат, калий, все там добавлено, мне остается только посеять. Вот у меня сейчас закончился этот грунт, дальше я буду составлять из полуфабрикатов, то есть у меня есть на запасе, но оно не в смеси, отдельно вот черная земля, отдельно вот в таком коробе перегной, видите, специально он, как сказать, насыпан сюда очень много, на тот случай, когда весной еще снег, если не растает, можно будет его отсюда брать и составлять смеси. Вот теперь смесь я буду составлять так же, одну меру перегноя, одну меру черной земли, но так как сейчас уже нет смысла добавлять суперфосфат, гранулированный вот этот, потому что он длительного действия и он не подействует, вот сейчас при пикировке, он будет бесполезен. Я буду просто-напросто добавлять комплексное гуминовое удобрение, сейчас покажу вам какое. Во время составления грунта я буду добавлять вот такое комплексное гуминовое удобрение, видите, написано, гуминовое удобрение комплексное. Это биопрепарат, он вот такой черный, про эти самые удобрения я вам говорила, что в каждом городе продаются такие препараты местного производства, они совершенно безвредные, они там собраны и гуматы, и добавлены обогащенные витаминами, различными макро-микроэлементами. Есть разные составы, просто сейчас вот эта земля у меня сухая, она всю зиму пролежала, высохла, и для увлажнения я буду использовать не простую воду, а разведенную по инструкции вот эту вот добавку. И это будет считаться, вот в моем случае, что я удобрила эту землю, то есть она будет не только у меня рыхлая, воздушная, свежая, экологически безопасная, но она будет еще и обогащенная различными микро-макроэлементами, которые нужны растениям. Все, не рассчитала в этом году грунта, не знала, сколько мне нужно будет, думала, что нужно будет меньше, но оказалось, что немного не хватило. Вот теперь прям на ходу буду составлять, перемешивать, добавлять ложечку золы на ведро грунта, и буду дальше при пикировке, при перевалке использовать вот этот грунт. Надюшка-проказница удобрила опять мне перегной.